Если хочешь, я могу другую группу включить. О, а можно мне другую группу включить? Сейчас, сейчас, сейчас. Оказаться в мире виртуальной реальности подросткам увлекательно и интересно. А если там, в игровой форме, войти в роль той или иной профессии, это еще и довольно познавательно, а также полезно. Это была виртуальная игра, где надо было спасти кота из горящего дома. Это было очень просто и очень интересно и забавно. Ты понимаешь, что тебе подходит, что ты умеешь, что тебе не подходит, что тебе не дается и не твое. Пожарный, машинист крана, оператор беспилотника. С реальными, опасными, но не менее интересными профессиями виртуально ознакомятся школьники 6-11 классов. Площадку предоставляет Севастопольский центр опережающей профессиональной подготовки. Именно его второй год подряд назначают региональным оператором федерального проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Вот они сегодня играли в пожарную. Они смотрели, что нужно сделать. Нужно спасти кошку, было из дома вынести. Потом тушить пожар. Таким образом, они понимают в реалии, они понимают, что им нужно делать. И таким образом, с помощью таких игр, они приближают себя ко взрослой жизни. Основная задача этого проекта – дать возможность ребятам за период обучения в школе понять, какая профессия их интересует, а может быть, даже уже выбрать для себя эту профессию. В нашем городе мы, являясь региональным оператором, работаем со всеми школами. Каждая школа назначает педагога-навигатора. Сейчас в центре опережающей профподготовки идет процесс регистрации этих педагогов-навигаторов. Именно они будут работать с детьми и родителями по профориентационной деятельности. Мы формируем, кто остается с нами с прошлого года. Либо многие поменяли свою роль с педагога-навигатора на администратора от школы, но также будут помогать новым педагогам-навигаторам. Мы, так скажем, мягкий экскурс вводим в эту профессию, что им предстоит это делать. И будем начинать уже набирать учеников на новый учебный год. В это время все заинтересованные ребята могут пройти онлайн-диагностику на платформе bvbinfo.ru. Она подскажет, какие профессии наиболее предпочтительны в зависимости от увлечения ребенка. Перед диагностикой – процедура регистрации. Регистрация на самом сайте происходит на bvbinfo.ru. Хочу стать участником. Тут небольшая идет анкета. Вы ее заполняете. Электронная почта обязательно указывается. Регион и свой класс. А начиная с октября этого года для ребят, принявших участие в проекте, проведут очные профессиональные пробы, то есть знакомство с профессией на 30 производственных площадках. Мы заключаем договора о сотрудничестве с различными площадками. Прежде всего, это наши колледжи и техникумы. Сейчас в них открыты профессиональные мастерские с очень современным качественным оборудованием. Если мы говорим о профессии повара, то они действительно готовят. Если мы говорим о профессии сварщика, то они не только знакомятся со сварочными аппаратами, но пробуют сами что-то сделать. Экскурсии на действующие предприятия – новшество этого года. Ребята смогут непосредственно познакомиться с будущими рабочими местами и пообщаться с сотрудниками. Напомним, билет в будущее реализуется Минпросвещение России в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. В Севастополе он действует с 2018 года. В прошлом году в нем приняли участие порядка 4 тысяч детей. В этом году, уверены организаторы, будет не меньше. Ирина Варава, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.